Насколько реально за короткий срок пройти путь от безработного до бизнесмена? Мечты об этом посещают многих, а воплотить свои желания в реальность решаются лишь единицы. Была безработная пару месяцев, ну и перебирала, значит, перебирала вот это все, как, кем, что. Так как у меня, скажем так, направлений много, я все попробовала, которые я хотела, и устала, честно скажу. Устала, поэтому выбрала что-то новое. Я просто пришла в трудоустройство спросить вакансии. Ну, мне предложили такой вариант. Вариант, о котором идет речь, предлагает Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Алгоритм действий несложный. Пройти обучение на курсах по предпринимательской деятельности, составить и защитить бизнес-план, получить субсидию от государства и открыть свое дело. Я когда-то давным-давно пробовал заниматься предпринимательской деятельностью, и уже тогда было известно, что существует такая субсидия. Но ввиду возраста я не решался на этот шаг. Сейчас меня жена, так сказать, подвинула сходить сюда, получить какие-то знания, получить для себя что-то новое. И, естественно, было бы глупо не реализовать субсидию от государства. Максим займется продажей, установкой и обслуживанием кондиционеров, а Ирина в скором времени планирует сдавать жилье посуточно. Но сперва на курсах они получат ценные знания, без которых невозможно построить бизнес. Курсы проводятся по теме основы предпринимательской деятельности. На этих курсах слушатели изучают основные моменты юридического права, затем маркетинговую деятельность, экономические основы, ну и, конечно, непосредственно учатся разрабатывать бизнес-план по своему направлению деятельности. Будущий бизнес невозможно построить и без знаний в области налогообложения, поэтому в программе обучения предусмотрены практические занятия с представителями налоговой инспекции. Мы разъясняем физическим лицам, которые планируют стать индивидуальными предпринимателями, какие в принципе существуют режимы налогообложения, когда и в какие сроки нужно подавать отчетность, какие возможны льготы, вообще какие есть варианты систем налогообложения и какая система налогообложения подойдет к конкретному виду деятельности. Такая форма разъяснительной работы наиболее результативна, поскольку индивидуальный предприниматель сразу в ходе общения может задать возникающие вопросы, и мы сразу можем ответить, а не ждать ответа, например, на письменное обращение. Курсы по основам предпринимательской деятельности организуются ежеквартально. Их слушателями становятся как молодежь, так и люди предпенсионного возраста. Размер государственной субсидии на открытие собственного дела составляет 3756 рублей 28 копеек. С 1995 по 2022 год её получили более 1500 безработных. Шансы есть у каждого. Главное – поверить в свои силы и решиться сделать первый шаг. Людмила Логодич, Андрей Щербай, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».